Правительство России проводит серьезную политику в области введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, в котором АКИПКРО и Главное управление образования молодежной политики Алтайского края играют важную роль. Необходимо объяснить педагогам, как работать по-новому, научить и подсказать. Для этого в Алтайском крае проводится много мероприятий, и одним из ключевых в этом году был семинар управления качеством начального общего образования в условиях реализации в ГОСНОО. Сегодня мы собрались на такой вот краевой семинар. Участниками стали около 100 представителей пилотных школ, а всего у нас в крае 89 образовательных учреждений, перешедших на новый стандарт раньше других в 2010 году. Мы собрались для того, чтобы обсудить самые важные, актуальные задачи на следующий учебный год. Для нас этот год будет важным, решающим, потому что именно в этом году мы получим первых выпускников начальной школы, которые обучались по новому стандарту. Конечно, для нас совершенно необходимо именно сегодня, тогда, когда у нас остался всего один год, оценить промежуточные результаты, оценить то, насколько успешно реализуется в крае стандарт, в данном случае в пилотных школах, для того, чтобы предупредить, минимизировать те риски, которые могут возникнуть в образовательных учреждениях, которые перешли в штатном режиме нового стандарта. Среди участников семинара были представители пилотных школ, учителя начальных классов и руководители, опробирующие Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в опережающем режиме. Педагоги слушали лекции, участвовали в групповых занятиях, направленных на развитие практических навыков, необходимых в их повседневной работе в качестве пилотных школ. Сейчас мы в микрогруппе с коллегами обсуждаем, обговариваем предложения, которые можно было бы внести для работы пилотных школ в следующем учебном году. И мы, обсудив, предлагаем АКИПКРО разработать методические рекомендации для создания внутришкольной системы оценки качества образования, потому что этот вопрос нас более всего интересует. Он наиболее проблемным является на сегодняшний день. Также нас интересует проблема того, что не хватает неразработанных еще контрольно-измерительных материалов по оценке качества образования выпускников начальной школы. Также хотелось бы почаще делиться опытом использования, в частности, нелинейного расписания по организации внеурочной деятельности, ну и по обмену, собирать почаще семинары, наверное, по обмену опытом пилотных школ, учителей начальных классов в пилотных школ, да, на базе АКИПКРО, на краевом уровне. Далее педагоги разошлись по аудиториям, где их ждали мастер-классы коллег. Темы выступлений были разные. Разработка рабочих программ, проектирование системы оценки достижений, проектирование уроков и занятий, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов начального общего образования. Моё выступление касалось создания и разработки рабочих программ. Это очень актуальнейший вопрос. Вопрос для всех учителей школы, для учителей, которые осваивают и новый стандарт, и для учителей, которые работают по стандарту 2004 года. Своё выступление я заявила с точки зрения такого управленческого пласта и назвала его рабочая программа как управленческий документ, отражающий особенности образовательного учреждения. И попыталась донести понимание того, что рабочая программа необходима. Она пишется на основе локального акта положения школьного. Это положение должно соответствовать в ГОС. Для нашей школы проблемным является результативность метадеятельности, то есть каким образом метапредметные результаты оценить. Но мы с учителями договорились, что это будут у нас технологические карты. Они разработаны по всем предметам. И вот обсуждая этот вопрос, коллеги из других школ, из других регионов как раз очень заинтересовались. Потому что мы понимаем, если нет оценивания метадеятельности, то как бы и нет и самого стандарта. В мастер-классах участвовали не только педагоги, но и ученики. Например, Наталья Коробкова, учитель лицея номер 8 города Новоалтайска, приехала вместе с третьеклассниками, которые на своих примерах демонстрировали, как дети могут составлять свое ученическое портфолио. Школьники показывали созданные ими мультфильмы, рисунки в ученической газете и музыкальные инструменты, которые они собрали своими руками. Ну, дело в том, что главное – это, наверное, желание все-таки. Большая любовь к детям, желание проявить инициативу где-то самим, потому что сами дети, конечно, вот так ни с того, ни с сего не соберут свое портфолио, не сделают, им нужно помочь. Все мастер-классы вызвали неподдельный интерес слушателей, которые активно задавали вопросы, уже думая о том, как можно использовать материалы семинаров в своей практической деятельности, что нужно обязательно взять на заметку. Было очень много интересных моментов. Самым ценным было, наверное, то, что учителя отвечали на очень конкретные вопросы других учителей, своих коллег, о тех тонкостях, которые непредвиденно возникают в реальной живой учебной ситуации. И я думаю, что именно этим эти мастер-классы будут ценные. В конце семинара ведущие вместе с участниками подвели итоги, которые показали, что мероприятие позволило выделить лучший опыт реализации в ГОСНОО. Кроме этого, были определены задачи на следующий учебный год и предложена форма для самоанализа реализации в ГОСНОО в пилотном режиме. Благодаря семинару, работникам АКИПКРО и Главного управления образования молодежной политики Алтайского края, школы-пилоты стали еще на шаг ближе к новым образовательным стандартам. Благодаря семинару, работникам АКИПКРО и ГОСНОО в пилотном режиме